Для тех, кто хочет себе настоящую BMW от подразделения M, но считает, что последняя M3 стала слишком большой, тяжелой и дорогой, тогда M2 – ваш идеальный вариант. Не думайте, что его небольшой размер как-то повлиял на производительность. Под капотом M2 находится тот же рядный 6-цилиндровый двигатель с двойным турбонаддувом, который можно найти в более дорогом M3. Как и ожидалось, его мощность была дефорсирована до 460 сил, а это всего на 20 л.с. меньше, чем на M3. В итоге благодаря большому мотору в небольшом купе, ускорение до первой сотни, занимает всего 3,9 секунды. Но несмотря на потенциал производительности, новый M2, на удивление, очень универсальный и легко может подойти для повседневной жизни. Это означает, что вы можете наслаждаться им, как игрушка для треков, а также использовать его в будние дни недель для поездок на работу. Однако один недостаток в машине все же есть – это перевозка пассажиров на задних сиденьях. Там удобно будет разместиться только людям небольшой комплекции. Но в остальном это идеальная машина, которая дарит очень много эмоций. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Комментируйте. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok